Всем привет! Мой хороший, начинаю новый влог. Солнечный денек, просто замечательно. Второй день гуляем. Мы еще болеем. Болеем, причем так капитально. Все кашляем. У меня все с носом. Это беда. Но более-менее уже. Но все равно. Не знаю, сколько это продлится. Мне кажется, неделю-две мы точно проболеем. Да, Пупс? Да. Состояние, не стояние, но как-то за уши приходится из этого состояния вытаскивать. Кругом один негатив. И вот это все со всех сторон давит. Прямо уже хоть отключайся. От соцсетей, от всякой информации. Телевизор я вообще не смотрю. Погодка сегодня у нас просто супер. Небо голубой, дорожки все сухие. Это в коем-то веке, Господи, слава Богу. Поздороваемся. Крестюшка там тоже лежит еще на спице, смотрит по сторонам. И штиль. Вот мы живем в центре материка. Крестюшка поет. Мы живем в центре материка, но у нас такие ветра последние годы, как будто мы на побережье где-то, на Дальнем Востоке. А сейчас, да, вот и Крестюша поет. А сейчас полный штиль. Я прям даже обалдела. Вышла на улицу, аж как-то вот не странно, когда ни витринки, ни дуновений. Вроде плюс один, но в связи с тем, что нет ветра, солнышко печет, пригревает, и прям вообще, прям просто красота. Быстрее бы уже весна. Весной как-то жить легче. Мы вообще идем в аптеку, у нас сироп от кашля закончился. Но еще, может быть, забегу в магнит косметик, потому что хочу контуринг какой-нибудь. У меня есть палетки, где опять рефилов очень удобных. Закончился весь контуринг. Остальное мне как бы и не надо. И покупать опять одну палетку из-за одного рефила не хочу. Поэтому сейчас зайду, посмотрю, что есть в магнит косметика. Если будет что-то интересное, я вам тоже покажу. Купили. У нас на 396 рублей вышло. Я смотрела, смотрела, какой-то бедный магнит косметики. Губки для посуды, свои любимые тряпочки закончились. Ксюша выбрала вот такой лего-конструктор. И, в общем, взяла и вот такие вот румяна стеллари. Они для контуринга хорошо подойдут. Это у нас с вами оттенок 01, самый темный. Ну, классный такой цвет, мне понравился. Вот же сделала. Видно вам хорошо, надеюсь. Вот такой вот оттенок, насыщенный. Слушайте, прям такие пигментации, огонь. Либо все с блестками, либо опять палетка, ну, как стеллари, допустим, тоже такая крайне удачная. С фаберлик очень схожая, мне кажется, один в один. Где и хайлайтер, и румяна. А вот чтобы взять один продукт и без блесток для контуринга подошел, это вот единственный бедный. Даже выбрать нефть его, честно. И была еще палетка, которую тоже я вам покупала. Она у меня, кстати, быстро кончилась. Очень удачный оттенок тоже стеллари. Там такие вот несколько оттенков, и они все перемешаны. Классная тоже палетка. Я ее уже брала, решила взять теперь эту попробовать. Пигментацию сейчас руки попробую стереть, вообще не стирается. Бомба! Идем, гуляем дальше. Я вам не рассказывала, еще прислушивали зуб верхний. Первые два, три с половиной, четыре с половиной месяца вылезли. Потом был такой долгий перерыв, мы уже ждали, ждали. Десны все набухшие. И вот сейчас получается восемь с половиной, да? Девять. Нам уже девять месяцев. Первый март, второй март. Нам уже девять месяцев, представляете? Вообще, даже об этом не задумались. Вылез вот верхний один, но не дается посмотреть, она зажимает рот, но кое-как, я своим пальцем зуб нащупала, он вылез вот три дня назад, она бедная, с температурой была тоже, но болеет вместе с нами. И ей досталось по полной. И зубы лезли, и вирус. Да, поэтому бедненькая. И мне кажется, там еще лезут рядом, вверху, всем скопом. Не знаю, вот посмотреть вообще без вариантов. Не дает, зажимает рот, все, не дает туда лезть. Один слева, верхний вылез. А остальные, не могу посмотреть, не знаю, что сделать. Держать ее всем вместе, чтобы мне хотя бы осмотр десен произвести. Непонятно. Сейчас иду и думаю, как мы отдали 390 рублей в магнит косметик, что нам посчитали, или действительно так, потому что вот эти румяшки Стеллари на сцене 2330. Одни губки 50 с чем-то, другие 50 с чем-то, это 120 рублей. 149 Ксюшенко конструктор, это 270 рублей. Получается, Стеллари 110 рублей, ну, не знаю, может быть, сцениками, напутно, что-то или не поменяли еще. В общем, хорошо закупились. Да? День второй. Вышли кататься на скейте. Ну, прокатись с горочки, ты прокатись. А, ты вытирать его пошла, да, потому что затея такая, конечно, на скейте, на ногах, а потом же надо с горочки на попе, вытерла. Грязный? Ну, снежком. Ну, почему? такие сугробы еще, снега было много, но уже пробивается зеленая травка кое-где местами. Сделала, кстати, контуринг сегодня вот этой вот палеточкой, которую вчера показывала из магнит-косметики. Посмотрела, а на них сейчас скидки по 8 марта, по-моему, поэтому и вышла так дешево на всю косметику этой серии. Укуталась по полной программе, никак не выздоровлю, никак не вылечу свой нос. Уже замучилась. Так классно, мне понравилось. Правда, пигментация вообще огнище, просто можно переборщить, поэтому совсем чуть-чуть палетка будет долгоиграющая. Поехали. Поехали. Такая тишина, пока кругом все еще в школе. Сейчас только начнут приходить. У-у-у, укатилась. Воров свозили снег вон туда. И там высота сугроба метра три, но он уже такой серый, черный вообще. Понравилось? Ага, как вам его положить? В коляску теперь? Никак, он теперь грязный. Ну, куда его ставить? Ну, поставь куда-нибудь на лавочку, к лавочке. Пришла посылочка от Рандеву. Вот так выглядит. И здесь у нас с вами очень интересный аромабокс. Мне хотелось именно его протестировать. Это новинка. Давайте открывать. Вот так все упаковано. Здесь у нас накладная. И вот он, сам аромабокс. Как всегда, Рандеву кладет в подарочек какие-нибудь интересные пробники. Я с удовольствием их пробую. Гель. Дай посмотреть, малыш. Так, и это гиалуроновый крем. Коксир, правильно, девчонки, кто знает такой бренд. У меня уже лежит один такой пробник, никак не попробую, надо их попробовать. Вкусно пахнет. Да? Вкусно пахнет. Так, вот он сам бокс. Это у нас с вами бокс Афродизиаки. Номер 59. Я ссылочку обязательно оставлю. Сайт Рандеву мне вообще один восторг только вызывает. Так, мне именно вот эта новинка. Появилось, кстати, много новых боксов. Вообще, на любой вкус и цвет можно себе подобрать. То есть, бокс ароматы весны, бокс топ ароматов для нее, бокс топ вечерних ароматов, топ дневных, топ свежих, топ сладких, древесных и так далее. В общем, очень много новинок и подборки, прямо вот, чтобы не гадать, да, допустим, потому что я, по-моему, ни один вот из этих конкретно ароматов не знаю. Да? Молекулу 0,1 я только знаю, но она какая-то другая, видите? Плюс что-то. Я только обычную классическую первую молекулу знаю. Мантель, вот не помню, тестировала я, нет, если честно. Другие, да, конечно. Формат удобный, на самом деле, здесь большой пробник, я забыла, сколько тут миллилитров у нас, девчонки, но он большой, он с распылителем, поэтому я безумно люблю такие форматы. Не написано тут, сейчас, малыш, сколько миллилитров пробники, а, господи, вот, 8 штук по полтора миллилитра. Я с удовольствием пользуюсь, такого бокса хватает надолго, да, чтобы потестировать аромат и поносить, потому что я вот пробники, например, без распылителя не понимаю. Я не могу ощутить их так, как должно, да, поэтому будем с вами потихоньку тестировать. Давайте начнем с первого, я не знаю, как он называется правильно, девчонки, вот он, это у нас с вами первый аромат, сейчас я его нанесу на одну руку и вторую, вот эту молекулу, нанесу на другую руку, пока начнем с них. Ой, первый что-то с чем-то. Вкусно. Ой, фу, второй-то не очень. Молекула не понравилась, но молекула, она специфическая, первая вообще классная, девчонки. Много. Здесь и пудра. А если их смешать, то вкусно. Да можно мешать как угодно, ты права, кстати. Здесь и пудра, и вроде и сладость, и свежесть. Лето напоминает. Он такой интересный, тебе лето напоминает? Он такой интересный, вообще. Вот первый буду носить сегодня, прям весь день тестировать, класс. У меня пока в хотелках Дольче Кабана, императрица, да, может сейчас из этих что-то вот буду носить по очереди на себе. Но молекула... Не. Мне не нравится. Здесь какая-то нотка такая странная. Как же вам ее описать, господи, не ацетонистое, не знаю. Но она какая-то странная, он быстро с кожи исчезает, но они молекулы все такие, то есть они раскрываются в теплой погоде, раскрываются, когда вы потеете, да, они вот такие молекулы все. Но мне больше даже нравится первая классическая, нежели вот эта здесь. Какая-то нотка такая, но это химический парфюм, это понятно, там у него ноты все такие химические, смола, да, малыш играется с коробкой, очень хотелось. А вот первый крутой. Первый прям с удовольствием ощущаю. Так, поехали дальше. Дальше с вами возьмем и Нито Парфюмс, да, я тоже с этим ароматом не знакома, и Монталь. И потестируем их. Ксюше оба понравились и Нито Парфюмс, вот этот. Тоже очень интересно. Здесь какая-то ванилька-шоколадка, да? А еще смешательный. И какие-то интересные тоже нотки, но больше пока в начале ванилька-шоколадка. Я их буду все по очереди носить, потом обязательно вам во влогах расскажу, какой больше всего понравился, потому что пока на себе, ну, на одежде не поносишь, непонятно, да? А Монталь, да, я тестировала. Не помню в каком формате, но тестировала. Это, ну, по мне, такой весенний аромат, сладко-свежий, достаточно интересный. Мне интересно, почему вот здесь, в этой подборке, нет Дольче Габану императрицы, потому что для меня это самый натуральный афродизиак. Быстро уходит тоже с кожи Монталь. Рос-муск, Рос-муск, не знаю, слушайте. Ну, да, есть роза, но она какая-то не классическая. Есть, есть отголосок, да. Вот этот классный, ванилька-шоколадка, ванилька-шоколадка, причем не приторная, очень такая интересная и слегка свеженькая, прям вот классный. Да! это ин... Я тут напоминаю, это опять. И нитио, нитио, наверное, правильно, да? Поехали дальше. Два парфюма с вами берем Тизиана и Том Форд. Не роли. Мне вообще не нравится, когда не роли, сейчас попробуем. Так, с Том Фордом знакомы, но именно с этим парфюмом нет. Берем две штучки. Вот, которые Тизиана. Он какой-то такой... Ну, а как наши остальные духи не очень? Мне тоже не очень? Не, не скажешь, не очень. А что-то... С резиной у меня. Ну, не с резиной, но он тоже какой-то как будто химический. Ага. Вот Том Форд. Это что-то зелененькое с какой-то тоже химозной ноткой. Вроде и зелень, вроде и цветочки какие-то. Но вот не мое, нет, здесь какой-то отголосок такой странный. Хвойный, что ли. Не нравится, нет. Так. А Тизиана классно раскрывается дальше, интересно, кстати. Дальше раскрывается, интересно. Они все многогранные. В общем, так вот первые впечатления, конечно, описываю, но буду носить на себе. По отдельности тестировать. Он тоже очень интересно раскрывается какой-то выпечкой. Да, какой-то выпечкой классный, интересный. Так, и оставшиеся два. Следующий у нас с вами Вертус и вот этот вот Ксерджо, да, девчонки? Я вообще впервые слышу. Так, тестируем. Так, первый Вертус, который интересный, классный, нравится. Тяжело описывать парфюмы, конечно, афродизиаки на самом деле. Тоже какой-то он такой вот химический, скажем так, химозный, но интересный, очень интересный. А последний вообще классный. И свежий, слегка сладенький. И опять я выпечку какую-то чувствую здесь. Карамельки какие-то очень интересные. Слушайте, ну ладно, буду носить. Арома-бокс на самом деле здоровский, классный. Буду носить, тестируйте, мне в таком формате очень нравится. я ношу, ношу и выбираю себе какого-нибудь любимчика, потом заказываю полноразмерку. Рандеву, как всегда, любезно предоставляет нам с вами скидку 10%. Я ее обязательно пропишу здесь, промокод, да, при покупке от 2,5 тысяч он работает до 15-го аж апреля. 10%. Всю информацию пропишу. Ну и на этом влог буду заканчивать. Все полезные ссылки, как всегда, в инфобоксе, кстати, в Дзене написала подробный пост на румяна из магнит-косметик со сводчами, как они себя ведут на лице и так далее. Поэтому, кто на Дзен не подписан, на Дзен ссылку тоже под видео оставляю. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Пока-пока.